Шма, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхат. Нынешняя недельная глава называется Шелах. Переводится как «Пошли», «Пошли от себя». И в ней повествуется история о том, как Маше посылает 12 разведчиков для исследования земли, в которую Господь привел народ и которую предложил в наследие. И дальше мы знаем печальную историю о том, как разведчики успешно сходили, принесли плоды этой земли, все было нормально, все было хорошо, но что-то произошло. Произошла какая-то осечка в сознании 10 из разведчиков, что привело к очень трагичным результатам. Дальше в этой недельной главе рассказывается о том, как была решена эта проблема, этот конфликт. Тоже достаточно радикально. Дальше, несмотря на приговор, который Всевышний вынес своему народу, он открывает надежду на будущее и излагает заповеди, которые должны будут исполнять сыны Израиля, уже находясь в земле. То есть при том, что приговор достаточно жесткий, Бог тут же дает и будущность, и надежду, как это всегда происходит. Значит, после этого описывается, после заповедей Господних для Израиля в земле, значит, повествуется также интересная история про, точнее, предупреждение о том, что будет с тем человеком, кто будет поступать по жестокосердию своему и дерзко будет нарушать заповеди Господни, пренебрегая Господом. И сам Господь говорит, что это является хулою на Господа. То есть вот определение хула на Господа – это дерзко нарушать Господни повеления. И, собственно, дальше история с человеком, который, скорее всего, именно так себя и повел, то есть как наглядная демонстрация того, что Слово Божие живо и действенное, и оно проникает, разделяет и судит. О чем я хотел бы сказать сегодня? Вот эта вот история с разведчиками, она достаточно интересна. Я хочу, просто мы можем увидеть параллели с историей Сишуа. Значит, Господь сказал Маше, «Доколе будет гневить меня народ сей, и доколе не уверятся они во мне при всех знамениях, которые я делал в их среде? Поражу их муром и истреблю, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Дальше происходит молитва Маше. Господь по молитве прощает народ, но при всем при этом говорит, «Однако, как жив я и славою Господней наполнится вся земля, так все эти люди, видевшие славу мою и знамения мои, которые я совершал в Египте и в пустыне, и испытывавшие меня уже десять раз, и не слушавшие глаза моего, не увидят земли, которую я клятвенно обещал отцам им, и все гневившие меня не увидят ее. Раба же моего калево за то, что в нем был дух иной, и вполне он предан был мне, его я приведу в землю, куда он ходил, и потомство его унаследует ее». Что интересного в этих словах? Тут вот говорится о том, что народ, искушавший меня уже, или испытывавший меня уже десять раз. Когда мы читаем историю фараона в Египте, историю исхода, и наблюдаем за реакцией фараона на обращение к нему Господа, можно увидеть, мы знаем, было десять казней, и каждая казнь последовала за очередным ответом фараона на Божий призыв. Но если мы проследим за состоянием сердца фараона в той истории, то мы можем увидеть, что в течение семи раз сам фараон ожесточал сердце свое, а начиная с восьмого раза Господь ожесточил его сердце. То есть мы можем увидеть такую интересную тенденцию. Человек один раз отверг Господа, другой третий, и в случае с фараоном у него была еще какая-то свобода выбора в течение семи раз, и семь раз он отвергал Господа. И после этого пришло уже ожесточение и наказание от Господа так, что фараон уже в принципе не мог ничего сделать с собою и со своим выбором. Он уже в принципе был ведомым. В истории же с Израилем сказано, десять раз, десять раз они отвергали Господа. И вот мы помним, что был совершен грех поклонения золотому тельцу, когда Маше был на горе. И я иногда задаю такой интересный вопрос, а вот какой грех действительно страшнее? То, что израильтяне сделали золотого тельца, как мы говорим, грех идолопоклонства, или то, что не пожелали войти в землю обетованную? Что на самом деле страшнее? Обычно дают ответ, идолопоклонство, конечно, страшнее, чем страх перед тем, что предлагает Господь. Но если мы посмотрим по наказанию, тогда мы знаем, что когда Маше сошел с горы, левиты откликнулись на его призыв, кто Господень ко мне, и тогда было поражено около трех тысяч человек. Три тысячи человек погибло за золотого тельца. А сколько человек погибло за отказ войти в землю обетованную? Собственно говоря, все то поколение от 20 лет и старше, они все остались в пустыне. И это было решение Господа за отказ исполнить волю Всевышнего. И здесь уместно вспомнить историю, когда Ишуа тоже посылал 12 учеников, и он тоже им что-то говорил. И в частности, мне вспоминаются такие слова, «Горе тебе, Хорзин, горе тебе, Вифсаида, ибо чудеса, явленные в тебе, если бы явлены были в Содоме и Гаморе, они бы уже давным-давно в прахе и пепле покаялись». И тут нужно понимать действительно глубину той милости и благости к Израилю, которую Бог являет. Вот как здесь. Десять раз искушали, десять раз возмущались против Господа, и Господь все это время терпел. Значит, в случае с Ишо, когда Он говорит, «Горе тебе, Хорзин, горе тебе, Вифсаида, чудеса, явленные в тебе, Содом и Гаморру перевернули бы, они бы покаялись». Нужно понимать, что Содом и Гаморра были уничтожены не потому, что, ну, знаете, как вот бывает, вот не нравится мне таракан, я его раз раздавил, да? Господь так не поступает. Он смотрит на человека, Он смотрит на общество, и Он приходит таким решительным мерам только в том случае, когда Он не видит возможности на какие-то изменения к лучшему. То есть человек или общество окончательно и бесповоротно связали себя с грехом, и, собственно, этот грех и убивает этих людей или это общество. И в случае с Содомом и Гаморрой именно так и было. Там не было возможности что-то исправить или что-то изменить в этих обществах. И поэтому они были уничтожены. Но при всем при этом, оказывается, можно было их исправить, если бы были там явлены чудеса, которые были явлены Израилю во времена Ишуа. Если бы были явлены чудеса, которые Бог явил Израилю при выходе из Египта и в пустыне. Там просто другой вопрос. Чего бы стоило то покаяние? Понимаете? Но, с другой стороны, вот реально та преображающая сила, которую Ишуа являл своему народу, и та преображающая сила, которую Бог являл своим сыновьям, это, я думаю, тут нужно понимать в свете такого еще места, что если вам наказание, которое подлежит сыновьям, у вас его в жизни нет, значит, вы не сыны. И я, чтобы понять это, я сравниваю эту ситуацию. Вот я отец, у меня есть дочь, я ее воспитываю, я ее поощряю, я ее наказываю. Соседских детей я могу поощрить, могу благословить там конфеткой, печенькой, хорошим словом, но я их никогда не наказываю. Вопрос. Я, значит, хуже отношусь к своей дочери? На самом деле, я к ней отношусь лучше, чем к ним, потому что она моя дочь. И, ну, во-первых, у тех детей есть свои родители, а самое главное, я люблю свою дочь, и я хочу, чтобы она прошла этот жизненный путь, который ей определил Господь достойно, чтобы она знала Господа, и чтобы она с детства приучалась ходить Его путями. Это моя ответственность, и это мое желание для нее. И поэтому я ее наказываю, для того, чтобы она понимала, что определенное поведение влечет за собою серьезные негативные последствия для ее жизни. Понимаете? И я ее наказываю, но я и милости к ней проявляю больше. Скажем так, соседского ребенка за какой-то проступок я бы мог сразу наругать. Так вот, раз, ну, чтобы долго не разбираться. С дочкой со своей я так не поступлю, я постараюсь с нею поговорить, чтобы до нее дошло. И я много раз буду говорить. И нужно действительно сильно довести, чтобы вот прийти к какому-то радикальному решению и сказать, так, лишаешься телефона на неделю. Или лишаешься сладкого на неделю. Это надо реально довести. И я понимаю, что у Господа к своему народу тоже особое отношение к своим детям. И это отношение выражается, во-первых, в долготерпении и многомилости и изобилии благодати. Но при всем при этом и наказания соответственные. Потому что кому много дано, с того много спросится. И поэтому мы должны быть особенно внимательны к тому, что говорит нам Господь и как предупреждает Писание, чтобы не пропустить вот момента. Потому что Бог, если терпит, Он терпит не потому, что Он такой же, как и мы, а потому что Он хочет, чтобы мы покаялись и живы были. И это очень важно. И еще один такой самый короткий момент. Вот про этого человека, который дерзко и рукою в Шаббат собирал дрова. Во-первых, зачем дрова в Шаббат? Приготовить, покушать не надо. Согреться в пустыне, когда было все, и облако было от жары, и огненный стол был от холода, зачем ему дрова? Понятно, что это было необоснованное действие. И интересно, что при всем при этом Он не удостоился даже по имени быть названным. Понимаете? Он не был удостоен даже назваться там, израильтянином или евреем. был найден человек. И я не думаю, что этот человек просто вот где-то здесь жил, тут стан израильтян подошел, он ничего не зная, вышел пособирать дров, израильтяне его поймали, привели к Маше, сказали, что с ним делать. Я не думаю, что так было. Это был человек из общества израильского. Но он не был удостоен даже назваться членом этого общества. То есть мы должны понимать, что когда мы знаем волю Божью, и осознанно, и целенаправленно нарушаем ее, то нас ждет очень печальная участь. Писание говорит, это Новый Завет, говорит однозначно, если мы, познав истину, продолжаем произвольно грешить, то уже не остается жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда. Поэтому давайте будем внимательнее к тому, как мы ходим пред людьми, но пред людьми нам несложно ходить. А вот пред Господом, когда мы наедине с самими собою в кругу очень узком близких друзей, где мы можем себе что-то позволить, давайте понимать, что мы всегда находимся пред Господом, и хотелось бы, чтобы Он был рад нашему поведению в любой момент нашей жизни. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok